доброго времени суток дорогие друзья это видео будет полезно больше конечно девчонкам у нас вот 7 часов вечера и только сейчас вылезло наконец-то солнце до этого все время было что-то пасмурное вот я не красилась ничего но хочется для настроения что-то создать и сделать интересное необычное вчера у меня был макияж такой со стрелками интересные а вот и я подумала что может быть его повторить только немножко в другой интерпретации у меня вот этой подводкой была внутренняя часть глаза подведена синий а вот внешняя часть была коричневым карандашом моим уже карапузиком оставшимся и были также вот такие вот тени на веках все то я вот смотрю а да был были вот эти вот тени а значит это essence essence должны быть не уже все стерлась а love nude какой оттенок к сожалению я вам не скажу не вижу в этих очках а вот и у меня вот такая вот душечка от нашего белорусского производителя это party вот такие вот розовые с темным в принципе слушайте я же хотела взять кисточку я поставлю на паузу сейчас приду а вот и я до продолжаем нашу красоту наводить я же по вам по вам еще не рассказывала у меня появилась такая замечательная кисточка сушите мне не нравится что немножко мотновато я прошу прощения девчонки и мальчишки мало ли если вы смотрите что вдруг что-то своей девушке подарить хотите из обзоров у меня такая вот кисточка появилась она достаточно плотная интересная кто производитель я не вижу но вот в такой вот упаковке шла и в принципе в этой упаковке держу потому что в моем на сессоре она большеватая для него получается сегодня я буду использовать ее вот этого часть я использую больше как подводку она тоненькая хотя по идее это кисточка идет для губ а вот вот эту часть но я буду использовать для всего ну собственно говоря как у меня обычно и идут все мои кисти которые у меня были и есть а мне всего три штуки получается 1 на работе и ведом кисточка достаточно плотная то есть видите у меня тени запеченная и они вот так вот на общем больше с них снимается чем нужно такая же жесткая достаточно я очень хорошо как вариант прорабатывать и складку века что-то такое стрелки рисовать не такая очень фактурная кисть вот и она по сравнению с моей иванской 1 и 2 она такая ну то есть вы чувствуете когда наносите все совсем мягенькие а это такая очень очень плотная но она искусственно может быть в этом разница я не знаю я не такой кисти маньяк я думаю если вы видео мои смотрите знаете что мне в общем то и не нужно ничего только вот для века все ну может быть там для румян если вдруг совсем уже такая бледная вот но и вот так вот за счет того что она плотная видно очень хорошо так осыпает тени но с другой стороны я не знаю вот эти вот объема огромная они просто реально нескончаемая хотя вот я уже хорошо так и пользовалась да вот вам сишка в кадр привет дорогая что ты хочешь что такое ну попозже немножко будем кушать сейчас я освобожусь ложись на колени давай 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 да 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 все но все хорошо чего ты катастрофа с кошкой прям вот невероятное последнее время но я думаю что вы тоже это видели я рассказывала я набираю светлый цвет под бровь чуть в принципе вот эти вот тени наши пати да они мне нравятся тем что они абсолютно матовая и такой какой-то эффект интересный получается в отличие от теней которые блестящие такое были выразительный взгляд и несмотря на то что они вот розовая да идут светло-светлый розовый у вас не кажется что глаз такой заплаканный или какой-то уставший что-то в этом стиле до вот так это все выглядит в принципе бордовые брать не буду вот он достаточно темный и самое что интересное я не пойму но почему-то у меня вот этот вот розовый цвет он нормально тушуется и прочее сейчас быстренько свочи сделала вот то есть он достать они достаточно сильно пигментированная а вот бортовый но вот такой вот он сизо бордовый он тоже достаточно сильно пигментирован для того чтобы его набрать именно вот такое хорошее количество чтобы он был виден нужно проводить несколько раз им то есть они когда вот подсохли я не знаю может быть эта разница в качестве что там за счет пигмента один получается получше 2 похоже потому что фактически вот эти вот они как подсохшие такие стали и они очень плохо стали набираться последнее время вот на спонжик вот который внутри идет еще нормально а кисть в принципе тоже если на палец вот так вот быстро вы хотите сделать какой-то такой легкий макияж что не сильно у вас что-то выйдет кисти все это я убирать буду в последнюю очередь просто еще раз вам покажу какие получились сочи они сильно касается что-то и видно а нет видно вот розовый он в принципе если потом так укладывается и легкий такой блеск в принципе появляется но это не сатин никакой то семена вот такого благородное освещение дома хорош сидит мордлочит вот а я хочу сделать стрелки такие интересные в том плане что хочу нижнее веко подвести в этот раз но это сегодня такая в клубом у у меня это подводка синяя она гелевая коре глазом девчонкам синий цвет выбеливает веки принципе мне этот вариант нравится и честно говоря его так вот никогда не делала на слизистую может быть за счет того что у меня зрение такое не ахти а вот может быть за счет этого не делала мне такое ощущение что мой эксперимент сейчас будет не очень удавшийся да кстати по поводу этой подводки то что я вчера делала а вы проверяйте пожалуйста как вы наносите ее потому что у меня вчера она почему-то осыпалась кусочками под глаз и было очень неприятно обнаружить это уже когда я оказалась в городе ой слушайте буду красивая с пенгалом под глазом а короче девочки не повторяйте мой эксперимент мать моя женщина красота требует жертв получается весьма театрально что ты хочешь это знаете как варианты когда девочки кореяночки или китаяночки рисуют себе огромные глаза вот это что-то в этом стиле ну ладно у меня пока вроде места хватает я надеюсь что я успею записать все видео не хотелось бы все это переделывать так слушайте уже десять минут я закругляюсь коричневый карандаш я использовать скорее всего не буду потому что это будет совсем уже перебором чем мне нравится эта подводка что ее можно в принципе наслоить получается такой достаточно сильный цвет и и при этом учитывая что достаточно аккуратная у нее кисточка вы можете сделать достаточно тонкую линию видите как опять солнце спряталась я фактически на ощупь что-то делаю я надеюсь получится все таки красиво я прям чувствую слушайте о осыпается прелесть почему набирайте аккуратно ну так конечно лучше класс становится более выразительный а вот да немножко немножко буду кривляться мур слушайте и вот в этом макияже не хватает безумно не хватает яркой помады вот я не знаю мне как-то когда делаешь огромные яркие глаза то хочется очень сильно сделать яркие губы на что такое ощущение что их вообще тогда не видно ой короче на любителя короче этот макияж не сказала бы что это прям вот супер что-то и это однозначно вечерний вариант и это однозначно в определенной обстановке и в определенной ситуации потому что на каждый день такое счастье это девочки за нато сейчас я тут снимала видео вам про свои лаки вот и я думаю что наверное нужно будет про красные лаки я наверное возьму мы сейчас посмотрим какую красную наверное помаду красную красный синий красный синий не пусть будет бордовая это у меня golden rose такой вот цвет насыщенный в принципе камера его правильно передает девятнадцатый номер если кому-то интересно это матовая помада они где-то два с половиной доллара стоили я покупала лордовую это мне подружка подарила а красная я сама покупала вот такая вот она насыщенная яркая получается а и сейчас один момент а куда ж оно все делось интересно не знаю о нашлось а немножко аккуратнее макияж сделала потому что конечно а ну сразу вот то что у меня получилось как говорится в темноте и вот как она сверху как она снизу выглядит в принципе достаточно интересно вот такой вариант в общем восточная женщина что-то такое вот я такие варианты конечно не не сильно приемлю а вот поэтому сейчас уже сразу вам на камеру так как у меня моющее средство я не взяла вот чем мне еще нравится это гелевая подводка да что в принципе ее можно как-то модифицировать если у вас уже все сделано то можно что-то исправить ладно так не очень удобно дай бог не времени хватит вам записать все это видео давайте я поставлю на паузу чтобы точно хватило мне нужна буквально минутка и я вернусь пока наводила порядок с нижними веками часть которая успела осыпаться у меня родилась идея это идеальный макияж на 31 октября демонический прям такой вот можно с такого цвета помадой надеваете клыки и все вау эффект а еще кстати можно продавать такие белые краски у меня к сожалению нету но я сделала розовый типа румянец короче мертвецкий румянец у меня вот такие вот от мебель по моему однушки они ярко-ярко розовая вот ими можно сделать чего-нибудь такое интересное а вот ну и в принципе такие глаза подойдут и каким-нибудь мышкам здесь вот носик нарисовать а вот такая помада подойдет вампиршим всяким разным ведьм очкам кстати а вот вот такие вот получились у меня глаза я перешла на переносицу розовым этим цветом он какой-то но именно неестественный такой момент получается губы можно в принципе кстати этой же помадой сделать если вы будете вампира делать такие как подтеки видите как о красота короче да видео так и будет называться макияж демонический макияж на хэллоуин вот так все ребят хорошего дня и до новых встреч пока пока